Осень вступила в свои законные права, а значит устроить яркий праздник с угощениями, песнями и плясками самое время. На импровизированной сцене фольклорные коллективы. Они-то и создают веселую атмосферу народным гулянием. В их исполнении звучат всеми любимые песни, наигрыши и частушки. Такая программа под названием «Русская осень» для настроения гостей, говорят организаторы. Рядом проходит выставка-конкурс «Праздник урожая». 12 коллективов Дворца культуры Подмосковья и его филиалов представили свои экспозиции на заданную тему. Главная, наверное, задача этого праздника – это объединение коллективов, дружба между собой, коммуникация. Ну, это праздник, до сих пор, если все приходят, общаются, выставляют, пробуют друг у друга какие-то свои разносолы, пироги, овощи, фрукты, делятся рецептами по выращиванию, по поделкам и так далее. Главное условие для участников выставки – представить свою экспозицию ярко и красочно, под стать осени. А потому на столах настоящее буйство красок. Оранжевые тыквы и красные помидоры гармонично сочетаются с желтыми цветами. Участники хора «Русской песни Подмосковья» порадовали продукцией, выращенной на Красногорской земле, на даче у руководителя коллектива Сергея Митечкина. Разнообразие восхищает и удивляет. Кабачки, тыквы, яблоки всех сортов, огурцы, лук, чеснок, кабачки, яблок много очень, виноград даже. У Сергея Васильевича Митечкина виноград растет на даче. Халина, цветов очень много. Коллектив «Жар птица» – дебютанты третьего праздника урожая. Но, как говорят в народе, их первый блин вовсе не вышел комом. Оформляли стенд всей дружной семьей, говорят артисты. Женская половина коллектива предлагала оценить свои кулинарные изыски. Здесь и разносолы овощные из огурцов и помидор, белые грузди, конечно же, выпечка. У нас еще первый только опыт. Но вот девочки молодцы, они очень хорошо сориентировались. Они, во-первых, посмотрите, каких поросят испекли. Это у нас Лариса Неретина, которая такая кулинарша. Вот можно ее даже отдельно показать. А эти свинята такие, они, оказывается, это кулебяка. И внутри у них капуста. Юные участники детской фольклорной студии «Лазоревый цветок» начали готовиться к выставке еще летом. С помощью родителей под чутким руководством бабушек и дедушек они мастерили поделки из природного материала, вышивали картины и консервировали овощи. «Замечательный праздник. Это подготовка, скажем так, к зимнему периоду. И, конечно, вот сегодня нам посчастливилось, что золотая осень наступила, солнышко светит, все переливается. В экспозиции очень много листьев, красных помидор. И вот это, конечно, радует перед зимней спячкой, скажем так». Старание участников детской студии покорило не только гостей праздника, но и были высоко оценены членами жюри. Ребятам вручили диплом за первое место. Разделил победу выставки вместе с лазоревым цветком и ансамбль топотушки. Дети – большие фантазеры. Их креативная идея оживить свою экспозицию судьям пришлась по душе. Мальчишки и девчонки из выращенных на грядках даров осени сделали мультяшные персонажи. Это и жираф из морковки, сова из тыквы, крокодил Гена из огурцов и другие герои сказок. Их экспозиция запомнится гостям праздника, как минимум до следующего праздника урожая.